В Соктагдинском районе мать троих детей сымитировала очередную беременность, чтобы удержать своего сожителя. Он наивно поверил рассказам своей любимой и уже готовился стать отцом, однако семейного счастья не случилось. А был ли мальчик, знает Иван Беречевский. Эта история началась прошлым летом, когда жительница села Вильгард сообщила своему сожителю о беременности. В сентябре женщина отправилась в роддом и через несколько дней вернулась домой, но без младенца. Женщина утверждала, что по причине слабого здоровья младенец должен находиться под постоянным присмотром медиков в перинатальном центре и какие-либо посещения к нему строго запрещены. Четыре месяца женщина придумывала всяческие отговорки и даже поставила на заставку телефона якобы новорожденного сына. Неладная заподозрила ее соседка и обратилась в полицию. На первом допросе материк детей рассказала, что ребенка сразу после родов она якобы закопала. Затем стала менять показания, пока не созналась, что никакой беременности вовсе не было. Весь этот спектакль лишь для того, чтобы удержать рядом любимого мужчину. Фотографию младенца она скачала в интернете. С телосложением женщина была довольно плотненько, в связи с чем лица, которые с ней проживают, в том числе дети, сожитель, фактически не заметили того, что действительно беременна она или нет. При этом добровольно заблуждаясь, полагали, что она действительно беременна, поскольку она сама это сказала. В период якобы произведенных родов было установлено местонахождение, где она находилась. Она находилась у подруги в городе Сыктывкаре, где в том числе употребляла спиртные напитки. Своей подружке женщина рассказала, что была в положении и уже родила. При этом следствие выяснило, после последних родов в 2007-м она не могла больше иметь детей. Впрочем, это не помешало ей и раньше имитировать беременность. Прежнему сожителю она рассказала о выкидыше. Из-за отсутствия события преступления ни тогда, ни сейчас привлекать к уголовной ответственности женщину не стали. А что касается мужчины, ради которого и был устроен весь этот спектакль, то он обманщицу простил и продолжил с ней жить.